Да, я считаю Карла Джонсона предателем банды Grove Street. И скорее всего, увидев ролик с таким названием, вы немного взбудоражены столь серьезным заявлением. И сейчас я вам расскажу, почему я так считаю. Назовем это моей точкой зрения. А вы же, в свою очередь, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а пока, реклама. Эй, в общем, чувак, это зубочистка. Зубочистка погиб сегодня. Эй, здорово, чуваки. Че у вас такие кислые лица? О, Карл, привет. Рад видеть тебя. А, как его звали-то? Это, Санечек, он играл с нами на ГРМП. Ты должен знать его. Эй, вы что-то не виноваты, что не вел промоконт. Ты должен был об этом позаботиться. Заткнитесь. Эй, мы с тобой еще не закончили. Что? Отвали, я уже закончила. Просто супер. Круто. Че случилось, чел? Тебе, блин, действительно интересно? В нашей бане скоро появится очень много крутых бойцов. Пойдем, покажу их. Вот этот чел, который варяется в носу. Это избалованный гангстер. И это чувачел за компом. Это замошенчая банда. Мы поднимемся, улицы станут наши. Главное, чтобы не ввели промоконт и быстро прокачались. Итак, начнем издалека. В 1987 году Карл Джонсон является полноценным лидером банды Грув Стрит. Однако, по каким-то обстоятельствам умирает его родной брат Брайан Джонсон, самый младший в семье. К сожалению, подробности его смерти нам неизвестны. Но мы можем лишь предположить, что это произошло в ходе какой-нибудь перестрелки, наркотиков или банальной автомобильной аварии. Непонятно. И дело в том, что Карла Джонсона, его старший брат Шон, он же Свит Джонсон, объединяет его в смерти Брайана. И оп, неожиданный поворот судьбы делает из стойкого лидера целой группировки, господствуясь еще тогда на территории Лос-Антоса, просто какую-то тряпку. Вследствие чего он покидает родной дом и улетает в Либерти Сити. Бросает свою банду. Оставляет на произвол судьбы свою родную мать вместе с сестренкой. Офигенный такой мужской поступок, требующий, наверное, похвалы. Разумеется, после того, как Карл покинул Лос-Антос, лидером банды Грув становится Свит. Он же и губит банду. Потеряв при этом все влияние, весь авторитет, да и вообще. После того, как лидер меняется, банда делится еще на два лагеря, не разделяя интересы нового лидера. Короче, все очень плохо. Но при этом Карл очень доволен своей новой жизнью Либерти Сити. Это просто реально смешно. Серьезно, он свалил, отсутствовал на похрана своего умершего брата, пустил все на самотек. Я более чем уверен, что его совсем никак не колышло то, что происходит с его бандой. И его семьей. Реально, плевать. Он уехал и только лишь спустя 5 лет умирает его мать. Ну извините меня, не приехать уже в этом случае была бы уж полная наглость. И в 1992 году он возвращается в родной дом на похороны матери. Заметьте, что он и не планировал оставаться. Нафиг ему это надо. Жизнь Либерти Сити была просто раем. Но по приезду понял, что банда без него скатилась в полное дно. И нужно срочно с этим что-то делать. Иначе он в таком случае потеряет еще одного брата и сестру. А кому захочется терять своих близких? Да никому. Поэтому он и остается. И чтобы хоть как-то сгладить свою вину перед гибелью Брайна, младшего брата, он решается остаться, чтобы его брат Свит уж окончательно в нем не разочаровался. Ну и о сестренке нужно позаботиться хоть кому-то. Не Свит уже доверять после всего, что он сделал вообще. Далее Карл Джонсон стихнув зубы, старается вернуть банде былое величие. Ему это как бы не очень надо, но перед братом лохануться не хочется. А то он всю жизнь будет обвинять его в смерти младшего. Все идет хорошо, и банда, благодаря незначительным, на мой взгляд, действиям Карла, возвращает власть и дает всем люля. Здорово, хэппи-энд. И уже можно было бы собирать вещички и валить обратно в Либерсити, но мы упустили одну важную деталь. Карла по его приезду в Лос-Анце встречает старые друзья, коррумпированный коп в лице Темпени и Пуласки. И навешивает ему убийство офицера полиции. Тот, разумеется, ссыкло слабохарактерное и идет на поводу Темпени, выполняя для него некоторые поручения по убийству свидетелей. Но это так, к общей картинке всей ситуации. Бла-бла-бла, проходит некоторое время, потом он узнает, что его бывшие кореша в итоге оказались предателями, и он это прекрасно сознает, и его жизнь из преданного, в кавычках, лидера, банды Грув, которую он так любит, и вообще на все для того, чтобы она процветала, мгновение его меняет. Карл закидывает в какую-то сельскую местность, и он для себя понимает, что это, блин, новый этап, и совершенно чистый лист в его жизни. Почему, блин, этим не воспользоваться, думает Карл, и бросает все нафиг, и думает, что делать дальше? Уйти, наверное, в бизнес. Так все, блин, и происходит. Сюжет игры совершенно меняется, Карл уже не думает о своей банде, не думает о том, что он большую часть своей жизни посвятил именно ей, родной улице, родному дому, где он вырос, дом матери в конце-то концов. Не, не важно моральная ценность, вообще на все плевать, я просто изменю свою жизнь, у меня в другой город, буду жить и процветать. Блин, вы не поверите, ну, блин, все так и происходит. Реально, дела идут в гору, у него появляется бизнес, он знакомится с влиятельными людьми, начинает, в общем, жить и дышать. Потрясающе. Просто потрясающе, как для лидера Грув Стрит, как вообще для любителя уличной жизни, как его вообще выбрали лидером, я вообще это не понимаю. Мне бы очень было интересно посмотреть вот некую предысторию, то, как все это избиралось, и вообще, как он шел к этому пути. Почему он такой безалаберный какой-то, я не знаю, он безответственный, ему плевать на свою банду. И это еще лучше показывает миссия Home in Coming, возвращение домой. После того, как Карл, спустя большое количество времени, встречает свита у порога тюрьмы, тот, разумеется, думает, сейчас мы с братишкой как вернемся, как наведем шумихи, будет все супер, вернем было величиной шабанды, в общем, все, вернемся в родной дом. Нет, такого не будет хэппи-энда, свит, извини. Но Карл, у него совершенно сейчас другая идеология, он окунулся в бизнес, он нашел себе влятельных друзей, у него есть особняк, он менеджер Мэтт Дога, известного рэпера, блин, в Лос-Антесе. Все идет круто, но понимаете, Карлу это нафиг не надо, он ушел от этой жизни. Но тут, слава богу, мужественный, характерный, свит, мать его, Джонсон, говорит, типа, ты что, блин, базаришь, говноед, мы сейчас вернемся в родной наш домик, блин, к нашему родному дому, где проживала мать, и все мы вообще росли, и будем восстанавливать, блин, банду, сэкун. Вот кому действительно не безразлична банда Гроу-Стрит, это свиту Джонсону, хоть он ее и угробил, ну, может, не менее, да, он ее угробил, но он понимает моральные ценности, он молодец, он настоящий, блин, гангстер, настоящий, грув-стритовец, а Карл Джонсон так, был лидером какое-то время, и такой, нет, я свалю при первой же возможности, и возможность, это первое, подвернулось ему, как ни странно. Но, слава богу, свит, он вправил ему мозги, и говорит, типа, что за хрень ты несешь, мудила? На самом деле, очень интересный, и познавательный разговор происходит между свитом и Карлом, там, скандал, интриги, расследование, и тут очевидна вообще позиция Карла по отношению к своей родной банде, к своему родному дому. Думайте сами, решайте сами, мне очень интересны ваши комментарии по этому поводу. Да, я считаю Карла полным циклом и предателем своей банды, потому что так, ну, так бы никто не поступил, тот, кто до конца верен и любит свою банду, я так считаю, по крайней мере. А на этом все, надеюсь, вам видеоролик понравился, моя точка зрения вам ясна, вы можете ее оспорить, написать все в комментарии, я почитаю, может быть, скажу, что я не прав, но вот я так смотрю на эту ситуацию. Карл Сыкун и это самый такой идиотский главный персонаж за всю историю GTA. Просто, для примера, возьмите того же Клода или Томми Версетти. Вот это бруталы самые настоящие, а Карл, а, нет, нет, харизматичный, блин, слабак. На этом все.